Девушки отдыхают Уильямс будет вынужден открыть путь химикатам. Ты понимаешь это? Это убьет всех и вся. Тебя, меня, Веронику Райан и твою любимую сестру тоже. Тебе ясно? Помоги мне. Если я соглашусь, что делать? У нас нет антенн в старом Велидоре. Вот поэтому Мэтт пропал с радара. Но есть одна на трубе электрической подстанции. Настрой ее на нужную чистоту, и мы найдем место, откуда начнется атака. Остальное я сделаю сам. Окей. Попробую. Эйден, это вопрос жизни и смерти. Не подведи меня. Девушки отдыхают Субтитры делал DimaTorzok Мы помним, что ты делаешь для миротворцев Иначе никак Так, антенна работает Слава богу Я знал, что ты соображаешь Подожди секунду Я был прав Сигнал слабый, но я ясно вижу, откуда он идет Ты мог бы проверить это место? Конечно проверю Никаких проблем Субтитры делал DimaTorzok 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 Потому что мясник что-то подозревает Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пять дней патрулирования улиц подряд. Теперь рассказывай, когда транспорт отправляется на плотину? Когда? Когда? Ну, когда мне дадут сигнал. Когда мне дадут сигнал? Мэтт платит тебе за такую херовую информацию. Командир ничем мне не говорит. Я же простой водитель. Хорошо. Сообщи, когда соберешься выезжать. Мы спрячем внутри сюрприз. Хуан, к полковнику направляется какой-то транспорт. Миротворцы собираются что-то в него подложить. Черт. Бомбу или что-то еще? Брян, кто здесь? Эй! Меня засекли. Догони его. Ебать. Он не должен уйти, ясно? Поймал? Миротворец. Если он уйдет, все пропало. Стой! Стив? Эйден! Хули ты тут делаешь? Мясник послал? Полковник Мясник, да. Но я люблю миротворцев. И челу с базара, и бродяг. Всех люблю, правда. И тебя, брат. Я люблю тебя. Хуан, я его поймал. Это скользкий Стив. Что делать? Стив! Я его знаю. Этот тип продаст родную мать. Не убивай его. Мы договоримся с этим червем. Эй! Это я черк? Надави на него. Узнай, что он делает для Мэтта. Сначала он скажет то, что я хочу знать. Вальц. Где он? Не знаю. Я боюсь этого психа как огня. И близко к нему не подойду. Значит, он в крепости полковника? Да, да. У него там апартаменты. Лаборатория для всякой херни. Чтоб ренегатов с сыворотки накачивать. Я лучше зараженого трахну, чем туда войду. Что ты должен отвезти в крепость? Думаешь, я знаю? Нет, чел. Мне ничего не говорят. А если и скажут, я сразу забуду. У тебя проблемы с памятью? Говорю же, я водитель. Больше ничего не знаю. Что у тебя за дела с Мэттом? Хочешь сказать? Мать, ты не с миротворцами? О, бля. Я все скажу Мэтту. Расскажу, что ты задавал вопросы. И тебе пиздец. А я расскажу полковнику о твоей сделке с миротворцами. Пойдет. Так не сделаешь, правда? Мне по-любому пизда, да? Наконец-то ты все понял. Ладно. Мэтт попросил кое-кого подкинуть. А именно, его... Его людей. Крепость Уильямса. Это все. Мэтт обещал убежище. Убежище и кристаллы. Если еще подкинешь травки, мы в расчете, бро. И никто ничего не узнает. Сейчас. А давай так. Я ни хрена тебе не дам и не убью тебя, а ты будешь молчать. Идет? Да. Звучит неплохо. Ты четкий. Знал, что пилигримы классные. Все, уебывай. Хуан, Стив рассказал все, что знал. Стоп. Не по рации. Встретимся в рыбьем глазе. Когда? Приходи, как сможешь. Буду ждать тебя там. Разве у тебя нет дел? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Продолжение следует. Разве у тебя нет дел? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Троянский конь. Умно. Это русская рулетка, Эйден. И в барабане пять боевых патронов. Чуть что, и мы все покойники. Ты уже говорил, но ты хотел сказать, что он откроет шлюзы и затопит город. Я сказал то, что хотел сказать. Когда он закроет ворота, уровень подземных вод поднимется, и все это химическое дерьмо всплывет на поверхность. У нас будет как в Венеции. Если бы Венеция была сырым, токсичным, зараженным чумой адом. В любом случае, Мэтт кажется готов рискнуть, пробраться в крепость и захватить плотину, пока не запахнет жареным. Какой у тебя план? Среди миротворцев есть здравомыслящие люди. И они знают, что ради захвата крепости Мэтт готов уложить нас всех в могилу. Мы представим доказательства того, что Мэтт задумал сейчас, и что он делал одиннадцать лет назад, когда убил половину города. Какой план? Я выследил одного из офицеров-ренегатов. Того, кто знает правду. Правду? В тот день он был во взводе Мэтта. Он видел, как Мэтт получил приказ об эвакуации. Мы должны вызвать его как свидетеля во время суда. Он ренегат, Хуан. Никто на корабле его не послушает. Надо попытаться. Чем больше у нас будет свидетелей и доказательств, тем больше вероятность, что люди сообразят, что к чему. Если Джек нас до этого не повесит. Расслабься. Если я обвиню его публично, он не посмеет меня тронуть, а я не позволю ему тронуть тебя. Но ты должен встретиться с этим ренегатом, а мне нужно быть на виду, чтобы Мэтт ничего не заподозрил. Найди этого парня и приведи его, а я подготовлюсь к мятежу. Джек любит закон и порядок? Вот и давай устроим над ним публичный суд и повесим его за совершенные преступления. Лучше в лифте с зараженным сидеть, чем с миротворцем за одним столом. Раньше я думал, что нет ничего хуже зараженных, но сейчас... сейчас я не уверен. У меня в уши отходили. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... С командиром, которого ты пришел убить? Повезло ему. Судя по всему, Уильямс приказал снять часть постов. Судя по всему? А кто прислал тебя? Вальц? Вальц не знает о приказах Уильямса? Эйден, ты задаешь слишком много вопросов. Это может быть очень чревато. Нахуй иди, Хакун. Я здесь не из-за тебя. Ещё шестеришь на Вальца? Хорош болтать, Эйден. Отдай мне ключ. Что? Ключ в АГМ, Эйден. Отдай его мне. Попробуй его забрать, Хакун. Я постараюсь. Обещаю. Заберите у него ключ. Заберите у него ключ. Что? Все бойцы. Туда тебя под�арили. Кто и нихуя, ты не крутой? Подави, все блюдо. Я тебя обрعدу. Я тебя прекончу. Поехали! Неплохо, малыш. Ты сделал себе имя в этой двери. Ты сделал себе имя в этой двери. Ты этого хотел? Ты правда готов убить меня из-за этого ключа, Хакон? Уже столько людей мертвые. Теперь колесо уже не остановить. Но ты же мог убить меня и забрать его на базаре. Что изменилось? А сам как думаешь? Ты обещал меня вывезти из города. Мы заключили сделку. Но ты меня предал. Думаешь, Вальц тебя отпустит? Вот так просто? Ты знаешь, что он сделал с Диланом. И с остальными. Да. Но они все перешли ему дорогу. Дилан его предал. Лукас не отдал ключ. Поэтому... Поэтому ты его убил. Ключ. Это мой пропуск из города. Очень жаль, что придется тебя убить. Даже от Джон было проще избавиться. Твою кровью. Я не должен быть встал на гимсиде. Лучше сразу сдавать. Хакон! Тебе не уйти! Возможно. Но лучше тебе меня не видеть. Я уже не так красив, как раньше. И мы оба видели твой биомаркер. Ты не успеешь найти меня! Стоять! Хочешь получить? Оперцы! Ну, все! Теперь пиздец! Я тебя не боюсь! Я дал вас оттуда! А ты не очень добрый, а! Готов? Ты сруб! И это все, что ты можешь? Наиграя! Ты обозрался! Водися! Ты не будешь, что заебался! Сыпь! О! Ты все, что заебался! Да- Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не предавал Фрэнка. Я пытался все исправить. После истории с телецентром, я собирался шпионить Завальцем, но он что-то заподозрил. Угрожал убить Лон. Теперь уже поздно. Прости, Хакон. Я этого не хотел. Хуан, офицеры Ренегатов ушли. Получили приказ об эвакуации. Откуда ты это знаешь? От Хакона, старого друга, работавшего на Ренегатов. Но он мертв. Хорошо. Найди Веронику Райан, Эйден. Я подготовлюсь к суду над Мэттом. Офицеры миротворцев уже выступают против нападения на плотину. Революция началась, Эйден. Благодаря тебе. Я заберу этот ключ, Эйден. Хватит, Хакон. Ты не в состоянии драться. Скоро мы это выясним. Так ведь? Хакон, давай поговорим. Это бессмыслица. Что на самом деле происходит? Фрэнк сказал, ты бросил бегунов. С тех пор я каждый день задаю себе вопрос. Остались бы в живых мои друзья, если бы я пришел. Я знаю, что не могу никого вернуть, но я дал клятву. Я докажу Фрэнку, что я чего-то стою. Илон. Подойдешь ближе, и у меня не будет выбора. Ты... ты убил его? Ты же этого хотела? После стольких лет охоты, наконец-то он мертв. Думала посмотреть ему в глаза, прежде чем всадить болт. Но теперь он просто еще один труп и имя, вычеркнутое из списка. Все в порядке, Луан? Я пока даже не понимаю, что я чувствую. Теперь он кажется таким уязвимым. Я могу как-то помочь или... Нет, все в порядке. Я только так долго ждала, когда все закончится. А теперь мне нужно побыть одной. Хуан. Где ты, парень? Я начал беспокоиться. Я пойду к Веронике. Если коротко, Хакон, к моему удивлению, оказался жив. Ты в порядке? Ага. И теперь Хакон помер. Точно. Что ж... Жаль. Наверное. Послушай, я тут кое с кем поговорил. Похоже, мне удалось найти несколько свидетелей военных преступлений Джека. Я буду готовиться к суду. Иди, поговори с Вероникой. Я с тобой свяжусь. Субтитры сделал DimaTorzok